Если одна и та же новость повторяется и в Лайфмобайле, и в Лайфсэмпе, Блэк Рашен спустя неделю после открытия своего пятого сервера и онлайна суммарного, людей меньше становится, которые могут уделять своё свободное время каким-то вот этим вот всем развлечениям по типу Ютуба, ну неплохо. Ну, нормально, но вот как только все эти ограничительные меры снимутся, как только школьники пойдут в школу... Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Сейчас я расскажу некий инсайдик, о котором мало кто из вас вообще мог знать или хотя бы догадываться, потому что вот то, как я подбираю новости для многих, это, знаете, некий секрет, это некая загадка, все думают, мол, чел, ты чё, серьёзно, почему именно та новость, почему не вот та, почему не вот другая, что вообще тобой движет, когда ты выбираешь новость? Ну вот что, ну ты вот просто нам расскажи, потому что, ну, мы не понимаем, в самом деле, что вот тобой движет. Вообще, изначально я захожу у два журнала, это LifeMobile и LifeSamp. Если одна и та же новость повторяется и в LifeMobile, и в LifeSamp, то я понимаю, что я должен заснять на данную новость какое-то, ну вот, знаете, своё, возможно, мнение, какую-то свою, возможно, рецензию, какие-то свои вот эти вот прочие комментарии записать, потому что, возможно, я не утверждаю, но, возможно, людям всё это будет интересно. Хотя, разумеется, это всё выходит на моём канале, и тут слово «интересно», там, я не знаю, «хайп», «просмотры», всё вот это вот прочее, оно вот что-то такое, знаете ли, вот, ну, непонятное абсолютно, потому что «хайп», «просмотры», да нахуй они мне нужны, если жизнь-то одна? Ну вот зачем они мне нужны? Вот это вот остаётся для меня загадкой до сих пор. Поэтому, ну, давайте приступим уже непосредственно к самой новости, что же там произошло такое, вот знаете, интересное, знаменательное и крутое, что я опять обсуждаю Блэк Рашу. Разумеется, всё это нагнетание тут ни к чему, потому что вы уже знаете, что это за новость и что вообще по итогу произошло. А произошло следующее. Блэк Рашем спустя неделю после открытия своего пятого сервера и онлайна суммарного в пять тысяч человек открывает ещё один сервер, шестой, и онлайн становится уже шесть тысяч человек. И я в самом деле просто охуел. Я сидел, думал, Блэк Раша, зачем? Нахуя? Как вы вообще всё это сделали-то? Понимаете ли, в чём дело? Сейчас же вроде не вот все эти ограничительные меры, сейчас же вроде нету всего вот этого вот карантина. Онлайн вроде как, ну, должен снижаться на всех серверах, и даже по просмотрам на YouTube-каналах можно сказать, что людей меньше становится, которые могут уделять своё свободное время каким-то вот этим вот всем развлечениям по типу YouTube или игры на каких-нибудь КРМП-проектах. Тем не менее, Блэк Раша взяла всё в свои руки и, видимо, решила привлечь новые какие-то активы, новые какие-то дивиденды взять из всех этих игроков и открыть свой новый шестой сервер, свой новый шестой вот этот вот весь проект. И мне тут даже особо и сказать-то нечего, потому что, ну, они открыли и достигли рекордного онлайна для КРМП на Android шесть тысяч человек. То есть, по сути, это новый Радемир РП КРМП только вот на телефон. И, ну, мне сказать-то и больше нечего. Если бы они открылись летом, вот в период всей этой самоизоляции, всего вот этого вот прочего, всех этих ограничительных мер и вот прочих-прочих-прочих-прочих-прочих вещей, я бы сказал, мол, знаете, ну, неплохо. Ну, нормально, но вот как только все эти ограничительные меры снимутся, как только школьники пойдут в школу, там, не знаю, студенты в какие-нибудь свои учебные заведения, вот эти высшие либо средние, или вообще люди пойдут на работу, вот тогда-то вы и посмотрите, как онлайн у вас упадёт. Ну, сейчас прям самый разгар, ну, практически, учебного года. У людей сессия, у школьников там, возможно, ещё какие-нибудь, я не знаю, там, экзамены или нечто подобное. Я не знаю, что там у школьников, я школу уже, знаете ли, закончил, и мне это неинтересно. Но в целом, ну, они открыли и достигли новой планки онлайна. И это замечательно. И то есть, вообще, для меня секрет, что же будет летом 2021 года для BlackRush. Она что, откроет уже, я не знаю, там, 10 серверов, 15, 20? Потому что, если аудитория такая лояльна, если аудитории так много всего, вот этого вот мобильного GTA CRM-P, то что будет дальше-то? Что будет дальше? Вот мне просто, вот меня вот это вот всё интересует. При том, что к BlackRush много претензий, к BlackRush много вопросов по поводу того, мол, чуваки, а у вас, как бы, карта такая, знаете, пустая, у вас, как бы, сервак не оптимизирован, клиент, и всё вот это прочее, вы как вообще со всем этим справляетесь-то, в самом деле? И несмотря на все эти претензии, несмотря на то, что многие BlackRush не любят или недолюбливают, всё равно так много онлайна у них появляется. И это просто, это просто офигеть. Я просто, я не знаю, что тут можно сказать, я просто, я не знаю, как это всё можно прокомментировать, я просто, я всё это, если честно, не знаю, и для меня это остаётся какой-то такой, знаете, загадкой, и, ну да. Однако, больше я по поводу BlackRush ничего сказать не могу. Вы можете выразить своё мнение в комментариях, как долго вообще продержится весь этот онлайн на BlackRush, и что вообще с ней будет впоследствии, сможет ли она удерживать такой онлайн, или появится какой-нибудь, там, не знаю, Радмир РП Мобайл КРМП Андроид, и как бы BlackRush, она, знаете ли, уйдёт на второй план. Пишите всё это в комментариях, я всё это прочту, я со всем этим ознакомлюсь, и по итогу мы сможем уже, там, знаете, выйти на какую-то такую, я не знаю, передовую линию войны, борьбы, и с каким-то вот одним мнением уже прийти к какому-то одному мнению, какой-то одной точки зрения, и всё будет отлично, хорошо и замечательно. Однако, ладно, я играл на проекте Arizona RoleplayFenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании, там же находится ссылочка на мой телекрам-канал, заходите, подписывайтесь, добавляйте меня в друзья вконтакте, добавляю всех, всем до свидания. А, ещё оформляйте спонсорские подписки, будете смотреть ролики самыми первыми, и всё будет хорошо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова